Проблема в сфере электроснабжения не нова. Неоднократно на личных приемах и в письменных обращениях жители сельских округов обращались к главе. Уличного освещения нет, приходится жить в потемках. Простые отписки не устраивают ни жители, ни главу курорта. В начале 2015 года по поручению Сергеева провели полную ревизию электросетей курорта. 71 линия электроснабжения оказалась бесхозной. Только в 2015 году, может быть и с вашей помощью, то что вы обращаетесь, жалуетесь, требуете вернее. Мы ее сформировали, мы ее приняли к себе как имущество и передали на обслуживание Кубанинера. Она была без хозяина. Нет хозяина, нет порядка. А значит и света. Ленив запустение, потребленный ресурс никто не оплачивает. Ниоткуда ждать и ремонта. Нами были запрошены технические условия. Кубанинерга выдала нам 50 технических условий. Из них 19 уже получено актов балансового разграничения. В настоящее время они переданы в Кубанинергосбыт для заключения договоров. От них получено разрешение на включение. То есть мы уже 19 линий включили. Линии отремонтировали, установили новые столбы. Для жителей улицы Черноморской в станице Анапской возвращение уличного освещения – событие долгожданное. Напротив нас домовладение инвалида, он сам без ног. Тоже очень неудобно было тем, чтобы выходить, передвигаться, потому что темнота. Сейчас уже все довольны, все хорошо. Идут по светлому, по нормальной свежей дорожке. На набережной там уже тоже будут идут работы, восстановления. Новые столбы меняются. Тоже будет освещение. И, как я слышала, мне говорили, что будет у нас даже отдельное ГРП. Действительно, одна из самых протяженных улиц Анапской – набережная – уже частично освещена. Работы продолжаются. Освещены улицы Юбилейная, Ереванская. Ночное освещение вернулось на улицу Комсомольскую, Лазурную и Садовую в Цибанабалке, Почтовую в селе Витязево, улицу Мира и набережную в станице Гастагаевской, улицу Свободы в Гайкадзоре и другие. 31 еще у нас уже подписаны в Новороссийске, в Кубань Энерго, и направлены сюда в РЭС. Будут нами переданы тоже в Кубань Энергосбыт для получения договоров. И также будет включена 31 линия. По остальным 21 еще Кубань Энерго нам не выдала технических условий, но в настоящее время работа ведется. Продолжение следует...